Приглашая в нашу студию гостей, мы всегда рады конструктивному диалогу, который зачастую выходит за рамки эфирного времени. Иногда одна тема, что называется, ведет за собой следующую, тесно взаимосвязанную. В общении с депутатом Артемовской городской думы Екатериной Котловой, мы все-таки задались вопросом, остались ли еще добрые и отзывчивые люди? Не сломили ли артемовцев трудности и сложные времена? Екатерина Ивановна, сейчас добрых, хороших, отзывчивых людей много? Вы знаете, на мой взгляд, отзывчивых и добрых много. Но, к сожалению, мы утратили во взаимоотношениях вот какую-то теплоту отношений в большинстве случаев. Кто-то боится даже проявлять эти добрые отношения, поскольку порой добрые отношения оборачиваются для этого человека отрицательно. Негатива слишком много сейчас стало. В этом, видимо, вина есть. И средства массовой информации. И в нашем районе есть такое средство массовой информации, когда прочитаешь. Но, извините за интимную подробность, застрелиться захочется. Скажите, вот, может быть, вы заметили, что сейчас идет разделение. Одна партия, другая партия. И эти партии как будто бы враждуют между собой. А смысл какой враждовать? Мы все люди, мы все жители одного города, одного поселка, одной деревни, одной семьи. Мы все друг друга знаем. Принцип сейчас вражды между собой, в общем-то, неверный и раскалывает, наверное, нас. Ну, вот это, видимо, все-таки действительно дает свой отрицательный акцент, что партии начинают воевать между собой. Но надо не забывать, что любая партия, любое общество, оно существует все-таки для народа. И в первую очередь, во своих взаимоотношениях, даже между партийных, мы должны помнить о том, что мы-то для народа, а не наоборот. И как воспринимает это народ, когда мы начинаем враждовать? Жалко, что у нас вот на сегодняшний день и в Думе тоже многопартийная система, и порой складываются очень негативные отношения. Я считаю, что вот вошел в Думу, закрыл дверь, ты должен использовать свое право только для населения. И для тебя основа в твоих взаимоотношениях с товарищами только избиратель. Он тебя выбрал, он тебе поручил свои права, значит, ты должен оправдывать это. Ну, к сожалению, вот получается не всегда гладко, не всегда хорошо. Да еще, если средства массовой информации начинают русовать. А народ-то ведь воспринимает, и вот этот раздрай и сказывается между собой. Это откладывается ведь в сознании человека. Ах, мы знали его как хорошего, а он, оказывается, какой нехороший. Вы понимаете? Как это воспринимает парад? Вы общаетесь с людьми, вы общаетесь с простыми людьми. Что они говорят вообще о администрации, о депутатах, вообще о власти в нашем городе? Ну, простые люди также неоднозначно воспринимают и администрацию, и депутатов. К сожалению, вот у нас так накалилась в последнее время обстановка, что депутатов местных вообще не воспринимают, за редким-редким исключением. За редким исключением. Вот сделал что-то вроде хорошо, кому-то угодил, хороший. На завтра ты же сделал, не сумел сделать, потому что ни в твоей власти, или законодательная база не позволяет сделать все, ты стал плохим. Ну, вот эти вот воспитания, все-таки воспитание, культура воспитания идет из средств массовой информации, из самого общества. Вот смотрите, мы в свое время имели на всех предприятиях различные институты, общественных организаций. А на сегодня они все выведены практически. Профсоюз от профсоюза, и то стараются избавиться. А что такое профсоюз? Профессиональный союз. То есть объединение людей. И как раз вот здесь тоже зарождается взаимоотношение. Отрицательное, положительное и так далее. Формируется какое-то мнение, да? Вот, и у людей, у народа разное, конечно, мнение. На сегодняшний день многие высказываются, вообще нам не нужны депутаты. Мы сами. То есть вот этот вот симптом, я считаю, заразный симптом. Каждый сам за себя должен. Да не может один человек прожить. Как раньше в деревнях, когда случалась беда, у людей не было жилья, они собирались в субботу, да, делали, строили дом, собирали, в воскресенье ставили столы. И все это еще в нашей памяти, целыми улицами. Ведь все праздники отмечали даже целыми улицами. И ребятишки-то дружили между собой целые улицы. Независимо от того, из какой семьи. Мы не знали ни национальности, какой национальности, все мы, русские, Советский Союз, наш адрес ни дома, ни улица. А вот на сегодня вдруг мы узнали и национальности. Нас начинают гирить. Может быть, это специально кому-то нужно? Вы знаете, есть. Есть элемент вражды, который специально распространяется. Специально. Ведь в свое время, давайте вспомним, где-то в 50-е, конец 50-х лет, помню высказывание одного из государственных деятелей Соединенных Штатов. Мы не учли в нашей, чтобы внести раздор в Россию, в Советский Союз, национальный признак. А по национальному признаку ведь много чего можно, особенно через меньшинства. И вы знаете, вот это я в последнее время наблюдаю, что да, что да, вот этот вот синдром внесли в людей. Особенно, ведь мы помним, вот я даже поступала, когда в институт, помню, нас убеждали, ну вот видите, фамилий русских мало, а не русских больше. Потому что это с окраин люди. Вы еще приедете, вы еще поступите, а они-то уже не приедут. Надо же развивать окраины. И мы это понимали, вот как-то внутренне понимали, да, на самом деле это так. Да, это надо. Но вот сегодня, к сожалению, это утрачено. Ну, еще нужно, наверное, коснуться вопроса вертикали власти. Власть, вертикаль власти должна быть. Должно быть неукоснительное соблюдение законов и Конституции, по идее. И никогда не нужно, наверное, передергивать то, что делают сейчас, пытаются передернуть, выставить какую-то власть именно в нашу власть, которая должна вносить. Ну да, ошибки есть у всех, но именно тот, кто приносит, тот, кто что-то делает и что-то приносит, действует в рамках закона, пытается выставить его как, ну, игнорировать его, унизить. Вот именно унижение института власти, это одна из форм борьбы, наверное, войны против нас, народа простого, раскол, создают раскол народа. Да, да, это мы наблюдаем в обществе частенько. Если напрямую не говорят, мы сегодня партия власти, вот как хотим, так и сделаем. Хотя проще было бы, наверное, действующей законной власти просто помогать, доносить до нее какие-то ее ошибки, критику делать, как раньше, критика не возбранялась, ведь критика нужна была, критика нужна. Да, но не нужно сейчас унижать и опускать власть, потому что власть, она всегда власть. Вот, заметили, сейчас начали, ну, будем говорить, люди начали смотреть на Чечню, как Кадыров ведет себя в Чечне, вот у него уж такого нету. Вот попробуй, вот просто элементарно, попробуй кто-нибудь против Кадырова выступи. Ну, вот даже мысли нету ни у кого. А почему у нас, у наших политиков, у наших жителей, у наших некоторых СМИ возникает такое желание унизить власть? Для чего это делается? Ну, вот мне кажется, человек, который сам слаб к натуре, он пытается всегда себя поднять за счет того, чтобы других унизить, оскорбить как-то, не задумываясь о том, что он в первую очередь оскорбляет себя и оскорбляет... Мы живем здесь, да? Да, мы же все вместе живем, и надо совместными усилиями, надо из того, что было в плаходе, убрать, а хорошее-то оставлять, и к нему, вот, к нему, к этому хорошему, приращивать. А получилось, что мы убрали все. Екатерина Ивановна, ну, вот простые люди тоже могут помогать, могут влиять, могут формировать мнение. Вы ходите, вы говорите, вот вы расскажите несколько примеров, когда, что люди говорят вам? Что люди вам при общении сообщают? Ну, вот яркий пример того, когда входишь в автобус или там в газель. У нас много газелей, меньше автобусов. И когда народ между собой начинает обсуждать. А вот вчера было вот то-то в думе. А они такие сики, нехорошие. Получается, столько денег? Да. Деньги наши проедают. Вопрос, какие деньги? Алиментарного не знают? Ну, администрация получает свои деньги. Но ведь они же не сами себе определили эти заработные платы. И не дума их определила вот этому 5, этому 10 тысяч. Определил закон. Существует. Алиментарный закон в Российской Федерации. И все это определено. Но, к сожалению, некоторые средства массовой информации специально, видимо, не договаривают. Или наоборот говорят. Так, что, получается, депутаты, администрация, все они огромные деньги получают и проедают наши деньги и ничего не делают. Ведь вот что-то сделать, очень много сделать можно и чего-то не сделать. Просто в законодательном русле не положено это по полномочиям. А народ-то воспринимает, что, а, такие нехорошие. А тем более, когда их уже настроили, они уже прочитали в газете. Вот, вот, оказывается, они какие нехорошие, негативные. А ведь хорошего-то много делается в районе. Много делается. С плохим-то труднее бороться. А с хорошим легко. Ну, да, ну, как, о депутатах однозначно. Депутатов нам таких вообще не надо. Вот особенно эта дума, она вообще никакая. Это создалось, специально создалось мнение в народе. Ну, мое личное мнение, что здесь специально создается человеком для того, чтобы себя поднять перед следующими выборами. Ведь вот как пишут. Все партии, всем партиям я не доверяю, все партии нехорошие. Кому доверяете? И идет внизу резюме. Доверяем только одному Шарафиеву. Простите. Я в любом месте скажу, единственное, кому я совершенно не доверяю – Шарафиеву. Его средства массовой информации вносят такой раскол в общество, что просто оценить сложно. Ну, мы же понимаем, что да, несколько поколений воспитывалось на том, что все, что напечатано в СМИ – это правда. И вот они все еще идут и верят всему, что написано. Они воспринимают это за чистую монету. Но это очень сложно. И, в общем-то, старшему поколению довольно правда, правда, довольно сложно оценить ту ситуацию, которая сегодня, не обладая полностью информацией, а сделать выводы правильные. Так что, ну, это все. Воспользуются этим люди, я говорю, в своих не совсем хороших помыслах. Ну, вот мое впечатление, да, что это используется в своих корыстных интересах. Ведь достаточно, поговорка-то хорошая, в бочку меду ложку дергать. Все, мед испорчен. Даже самое хорошее можно опошлить. Вот тоже выдачу карточек. Вот буквально недавно статья была. Стоит и позор за 3%. Ну, понятно. Ну, одновременно с этим, я говорю, самое главное, людям нужно даже не эти... Даже эти копейки для них важны. Потому что в сегодняшний день наша жизнь становится довольно дорогой. И даже 3% скидки, это очень здорово, это очень хорошо. Это внимание. Во-первых, это внимание. Во-вторых, это, в общем-то, какая-то помощь. Посильная помощь. Я говорю, если появится у нас тех людей, которые будут помогать старшему поколению и тем, кому нужна помощь больше, то нам жизнь будет всем лучше. Да, конечно. Если бы... Все-таки отзывчивых людей у нас в обществе много. Я уже говорила, одни стесняются, другие боятся. Рядом с ним вот стоит человек, от которого они в какой-то степени зависят, и боятся использовать этот свой потенциал. А потенциал очень большой в обществе. Очень большой. Взаимовыручки, взаимопонимания. Но, к сожалению, вот народ воспринимает не всегда адекватно, как направят его. Ну, понятно. Образ врага создали, нужно с врагом бороться. Этот враг, в общем-то, ну, исполняет свои обязанности, делает все по закону. Не кривит душой, может, иной раз из-за этого и получается, что враг. Вы же понимаете, что, сказав правду кому-то неугодную, ты становишься врагом. Да. Ну, я хочу сказать вот что. Что именно вот вражеские цели, вражеские устремления, мы вот действительно, не задумываясь, та же теория Даллеса. А ведь на самом деле при попустительстве вот самого общества это произошло, и мы сами создали такую ситуацию, что положительно герой становится отрицательным, отрицательно положительно. Ведь нам же это говорили, нам предупреждали. Ну, ведь как представляли, да это пропаганда. Да не пропаганда, на сегодняшний день мы имеем. То есть враг-то, вот если по большому счету смотреть в нас самих, почему мы действительно воспринимаем не всегда действительность такой, какой она есть. И на самом деле правда порой кажется менее правдивой и доходчивой, чем ложь. Она всегда имеет свои хитрые лазейки и всегда проходит. И потом человек, когда начинает понимать, что утеряно-то ведь хорошее, уже становится поздно. Спасибо, Екатерина Ивановна. Сегодня у нас в студии в программе «Позиция» была Екатерина Ивановна Котлова. Он был коммунист, инициативный человек. И, в общем-то, таких людей, я считаю, нужно больше, нужно прислушиваться к ним, нужно им помогать. Спасибо.